Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Второй год подряд в России официально отмечается День Полярника. А кто еще в Рязани столько знает о путешествиях и северных широтах, как не Михаил Малахов, сегодня он в нашей студии. Давайте мы начнем с того, чей это все-таки праздник, кто имеет право его отмечать. Сложный достаточно вопрос для понимания, поскольку как таковой единой профессии под названием полярник не существует. Это люди, работа которых или увлечение которых в той или иной степени связаны с полярными регионами нашей Земли, там, где холодно. Полярные регионы, это у нас есть арктические, за северным полярным кругом, и есть южные полярные регионы, где, пожалуй, даже холоднее, чем на севере. Это то, что мы именуем Антарктидой и Южным полюсом. Люди, работа которых связана с той или иной деятельностью, то ли научной, то ли обычной какой-то профессиональной, просто пребывание в этих местах, они в полной мере имеют право себя именовать полярники. Ну, я, вы знаете, не живу на севере, не работаю на севере, хотя в одной маленькой палаточке. Да, в маленькой палаточке на дрейфующих льдах Северно-Ледовитого океана провел, вы знаете, более 500 дней. Такой один из таких вот рекордов. Сколько людей, которые могут объединиться? Да, 500 людей в нашей стране могут именовать себя вот этим словом. Поэтому, наверное, направлено, что для такой достаточно большой категории людей введен специальный, так назовем, профессиональный праздник. Правда, на мой взгляд, дата не очень удачная – 21 мая, когда вот сейчас у нас на улице около 30 градусов жары. Вот, рассуждать о том, что такое минус 30 градусов, да, когда очень холодно, да, когда зверски холодно, минус 40, когда уже за пределами, под минус 60 я эту температуру переживал. 21 мая – это привязано к очень такой памятной, действительно исторической дате. Именно в этот день, в 1937 году, на лёд в районе Северного полюса высадилась первая советская арктическая большая экспедиция, так называлась «Север-1» под руководством академика Шмидта. Ну, и она оставила на льдах, они не сели точно в географическом Северном полюсе, в 20 километрах, но не было льдино соответствующей. Начался знаменитый дрейф, знаменитой Папаинской четвёрки, первая дрейфующая научно-исследовательская станция, она получила название «Северный полюс-1». С тех пор вот эта дата действительно памятная, хотя сейчас, я могу сказать, в районе Северного полюса температура отрицательная, больше того, достаточно ещё холодно. Ну, здесь некоторые ещё путницы бывают, например, я недавно открывал выставку по тематике Русской Америки, по нашим экспедициям на Аляску в Архангельске. Это город, такой действительно столица арктических экспедиций. Многие знаменитые российские, советские экспедиции на север отправлялись именно из этого города. Так вот, они празднуют День Арктики, последний день февраля. Вы знаете, когда я туда прилетел, там было действительно очень холодно, и это было понятно. Как живёт ваш музей? Начало было замечательно, в принципе, что такое появилось на Рязанской земле. Как сейчас дело? Есть ли там какие-то новые экспонаты или интересные экспонаты, или, может быть, какой-то необычный посетитель? У вас ведь истории на самом деле очень много. Ну, вы знаете, я напомню рязанцам о том, что два года назад постановлением глава администрации города Рязани Виталием Артёмовым был подписан, был создан муниципальный Рязанский музей путешественников. Фактически первый в стране музей такого рода, тема которого – это рассказы о жизни и открытиях, которые совершены в первую очередь знаменитыми путешественниками-рязанцами. Два года назад состоялось это событие. Вы знаете, было очень много сомнений, а вообще-то есть предмет для того, чтобы люди ходили и смотрели, и о чём-то новом узнавали. Ну, я абсолютно убеждён, что да, есть. Вот Рязань чем знаменит? Рязань – это город и область, которая самое большое количество героев Советского Союза, Российской Федерации. Если так, на единицу населения по Ужьему области. Вообще много людей талантливых, и писателей, и художники у нас. Так вот, вы знаете, я совершенно неожиданно ещё лет 15-20 назад, может, для себя пришёл к выводу о том, что если вот такой же условный коэффициент количества знаменитых людей, чьи имена на карте не только России, но и стран мира, разделить на количество населения в том регионе, откуда они родились, на ту же самую рязанскую опцию, я думаю, мы будем одни из первых. То есть, Рязань – не только столица героев, не только столица ВДВ, но и, вполне возможно, столица знаменитых путешественников. Мне приятно сказать, что деньги, которые затрачены на создание музея, не пропадают даром. Вот за это время мы посетили несколько регионов областных центров страны и побывали и в Самаре, побывали в Уфе, и побывали в Бузулуке, в Ульяновске, в Пензе, в Москве. Сейчас наши выставки проходят в Санкт-Петербурге, Архангельске, в престижных музеях. И люди ходят, и люди смотрят и удивляются, как и так. А о чем спрашивают? Вот самый вопрос часто задавали. Вы знаете, о чем спрашивают? О жизни, деятельности тех людей, о том, что мы увидели во время экспедиции. Потому что во многом, знаете, мы проложили дорожку из прошлого в настоящее. Путешествие по следам Зархозкина на Аляске, понимаете, имея перед глазами его книгу, мы фактически описываем, что за это время стало, как изменилась не только природа, не очень-то, кстати, сильно поменялась. Если бы поменялась в лучшую сторону. Но они ведь живут там об особо, по большому счету. Живут по-разному. Слава Богу. И хорошо живут. И что изменилось в отношении людей, как изменилась их жизнь и так далее. Так, с некоторой натяжкой, наверное, можно сказать о том, что русская культура, например, на Аляске сохраняется и, больше того, претерпела определенные, конечно, изменения, но стала неотъемленной частью жизни современного коренного населения Аляски. То, что раньше именовалось Русской Америки. Вот часто спрашивают именно про это. Что, как, как выглядит, как говорят и так далее. Что касается северных путешествий, конечно, в первую очередь спрашивают, насколько это холодно. Заранее говорю, холодно, изверьте, просто холодно. Там нет такого слова «мерзло». Вот после минус сорока ощущение такое, одежда, если промокла, она не замерзла, она как каленая становится. Околел. Ты не замерз, околел. Вы знаете, вот… Хорошее русское слово. Слова такие вот начинают до описания свойств тех или иных предметов другие приходить. Ну, естественно, спрашивают про белых медведей, насколько они опасны. Повторяю, медведей очень много, 15-20 тысяч в целом по земному шару. Более дружественными они не стали, они такие же, вы знаете, агрессивные. Вот недавно мы вернулись. И защищают свой арел, конечно. Ну, знаете, на высоте 560 метров в горах мы следы медведей любопытные и до сих пор опасные. Были всякие случаи, точно как и бурые медведи, на Аляске тоже про них часто спрашивают. Ну, и, конечно, часто спрашивают, так зачем же холодно, голодно, опасно, рискованно, а вы туда все-таки идете. И вот этот вопрос тоже обязательно присутствует. Так зачем? Обязательно присутствует. Коротко только, зачем? Вы знаете, эта тема отдельного разговора нравится. Люди всегда делают то, что им, конечно, нравится, чувствуют какую-то внутреннюю потребность. Для всех ведь разные ответы. Для меня, например, это совершенно очевидно. Это условия, в которых ты самореализуешь себя. Все, что у тебя в твоих генах и заложено природой, в большей степени есть возможность для реализации. И, кстати, полуполярные районы, раз уж мы в преддверии дня полярника стоим, вы знаете, вот почему меня заинтересовал много лет назад, ходя и в горы поднимал, сплавлялся на плотах пешком, ходил, разные были приключения на велосипедах и так далее. Однако прилип термин полярник и все. Это полярная экспедиция. Вы знаете, полярный вирус, он на самом деле, как доктор вам говорил, на самом деле существует. Он заразительный. Но это тот полярный вирус, присутствием которого, наверное, можно было браться. Я, полярный вирус, хотел бы поздравить своих друзей, с которыми я проводил время на льдах Северно-Ледовитого океана, путешествиях других на севере нашей страны и в других странах, и на Аляске, и в Антарктиде, и на Шпицбергене. Замечательно совершенно днем, лишнее подтверждение, но уважаемая профессия. Но то, что это интересные приключения, сам себе последний факт приведу. В мире десятки людей поднимается на самую большую, считается прямо, талон, трудности, это гора Эверест. Ну, высшая точка земли, да. Ну, десятки, повторюсь, сейчас не сотни людей. Можно туда пробраться так тропками, просто без особой, при низкой технике, при поддержке гидов. На Северный полюс путешествует не каждый год. Если вот пальца на одной руке посчитать достаточно будет, не каждый год. И не каждый, кто туда отправляется, доходит до этой Северной полюси. Знём Полярника, друзья, у вас. Спасибо большое. Были прекрасные 10 минут. Пролетели как одна. Больше путешествуйте, не бойтесь реализовывать свои мечты. Это была программа подробностей. До встречи. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятёрки, три ноля. Три пятёрки, три ноля.